Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале «Москва-24». В эфире программа «Правда-24», мы ее ведущие Евгений Додолев, я Лейла Истрыжемская. И сегодня у нас в гостях, наверное, самый скандальный актер Алексей Панин. Почему, собственно, началось? У нас не так давно был ваш товарищ Джигурда, и мы его представили как самого эпатажного артиста, и он сказал, мой любимый Лешка Панин сказал, он меня давным-давно уже переплюнул. Поэтому это все вопросы вашему напарнику и товарищу. Я не знаю, как правильно сказать, если Никита Борисович Джигурда сам... Сам лично прям вот... Иногда не просто дает пищу прессе и СМИ, а даже и сам что-то иногда постановочно делает, то я никогда ничего специально не делал. И из меня скандалисты какого-то эпатажного человека сделали все-таки не совсем по моей воле, а сделали все-таки ваши коллеги-журналисты. Никита Борисович к вам с такой любовью, а вы вот так раз... Нет, нет, стоп-стоп-стоп, Никита Борисович это не скрывает. Если вы внимательно послушали Никиту Борисович, о чем он говорит, он говорит, что это все игра. И я играю по их... Я делаю то, что они хотят видеть. Но Никита Борисович Джигурда другой, на самом деле, в жизни. Никита Борисович Джигурда очень глубокий, очень умный человек. И я это не знал до тех пор, пока мы с Никитой не стали очень плотно, близко общаться. Потому что помимо того, что Никита согласился сниматься в моем фильме... О котором мы будем говорить. Да, о котором будем говорить. Мы с Никитой после этого фильма сразу замутили еще и спектакль на двоих, если вы знаете. Но не все это знают. Это по пьесе «Олби», что случилось в зоопарке. Когда-то этот спектакль шел на Юго-Западе. Его играл Беликович покойный и Витя Авилов на двоих спектаклях. И мы с Никитой Борисовичем стали практически каждый день вместе. И я в восторге, во-первых, от него как от человека. А по поводу его актерских качеств даже говорить не стоит. Потому что, к сожалению, Никиту мало кто знает как очень хорошего артиста. Я сейчас не говорю, не льщу. Это правда. Алексей, но если Никита играет, то вы настоящий такой эпатаж? А какой эпатаж? О чем мы говорим? Или вы хулиган, на самом деле? Мы говорим о собаках видео фейковых. Это фейки. Это видео было сделано, сделали экспертизу. Дебош в самолете. А дебош в самолете? Какой дебош в самолете? Этого не было. А то есть вы хулиган или нет? Нет, постойте. Я вам еще раз говорю. Средства массовой информации, СМИ желтые, непросто. У меня дочка была со мной рядом. Я понимаю, о чем вы говорите. Дебош в самолете. Дебоша не было. Мы видим какие-то фотографии. Ну, подождите, если я дебоширил. Почему же все сняли, как я выхожу из самолета, а как дебоширил-то я не выхожу. Ой, не сняли. У меня дочка, когда это все читает, она смеется, потому что она очень часто бывает рядом. Я не дебоширил в самолете. Мы вылетали из Симферополя с Ньюсей. Я боюсь этих самолетов, хотя всю жизнь на них летаю, выпиваю. А здесь даже и не пьяный-то особо был. Так чуть-чуть мы венца выпили. И Ньюся сидит в окно, смотрит, а мы на рулежку. Вы даже еще не выехали, вы только двери закрыли. Она говорит, пап, так улетать не хочется. А мне тоже так не хотелось. У нас еще друзья в Симферополе осталось. Я девчонок, зовут Севердетс. Я говорю, слушайте, можно мы выйдем? Они говорят, ну что, прям приспичило. Я говорю, ну пожалуйста. Они говорят, ну мы обязаны доложить милицию, потому что если бы уже двери закрыли. А самолет, а, здесь надо заметить, что самолет опоздал на полтора часа. И то есть авиакомпании очень удобно было списать этот дебош на какого-нибудь... А тут Панин подвернулся, идиот, а давай я выйду. Они бы... И они повесили все на меня. Они и так должны были уже там оплатить людям какие-то пересадки пропущенные. Ну тут я, как всегда идет. И вышел второй пилот. Ой, или нет, командир корабля. Он подошел и говорит, Алексей, какие-то проблемы? Я говорю, нет, ну пожалуйста. Он говорит, да, пожалуйста. Я говорю, у вас нет претензий? Нет претензий. Мы вышли, ребята, менты нас отвели к себе. Мы написали заявление, они купили Ньюси мороженого, отвели нас на такси. Все, никакого дебоша. Ну на следующий день все заголовки, Алексей Панин устроил дебош в самолете. Ни одного видео, ничего. Но дебош в самолете. Ну это хороший такой пример, который показывает на самом деле, что равенства нету. Потому что понятно, что если это был бы обычный пассажир, ни человек с лицом, ни артист, то его бы просто послали с этой просьбой. Вы же понимаете. Я вам клянусь. Честное слово, вот хотите верьте, хотите не верьте. Звездная болезнь, звездочку все ловили. Знаете, я уже как минимум лет 10, вот честно, никому ничего не доказываю. Вот период звездной болезни, Алексей, я артист, дайте мне там что-то. Вот давно уже прошла. И вообще никому ничего не доказываю. У вас уже это на автопилоте, просто это по умолчанию. Вы же понимаете, что на вас реагируют, что вы привлекаете внимание. И не понимаете, что идут навстречу вам в каких-то вещах, которым... Нет, это безусловно приятно. Никаких вот этих вот, как пресса любит это преподать, артист, пьяный. Нет, вообще абсолютно этого нет. Я артист, дайте мне тот, да вообще все по-другому в моей жизни. Ну смотрите, Михаил Олегович, как бы тоже артист, и вот он попал в такую ситуацию. Да все садились за руль пьяными. Ну, когда вы говорите все, вы имеете в виду свое окружение? Богему? Или прям всех-всех? Понимаете, Михаил Олегович, мой старший, так сказать, товарищ. Я не причисляю себя к близкому кругу его друзей, как Дима Харатьян, Гарик Сукачев, Ваня Ахлобыстин. Он, Миша старше меня, и у нас с ним, как мне кажется, очень теплые отношения, хотя не самые близкие. Мое отношение к нему безоговорочно просто. Он великий артист, и было очень много случаев, когда на съемочной площадке я снимался в кино. Когда я еще снимался в кино много, и когда меня часто приглашали, я иногда выходил на съемочную площадку и говорил, знаете, ребята, вы ошиблись. Это должен был играть Михаил Олегович Ефремов. И такого я говорил, как минимум, за свою жизнь лет раз десять. Я, кстати, сейчас вспомнил, что в одном из интервью вы говорили, что Балабанов не в том фильме вас снял, но мы говорим, естественно, про жмурки, а что он должен был бы вас снять в «Братья». Я говорил? Да. Да, в интервью, которое вы в Стамболе давали. Не так, в «Братья». В «Братья», в «Братья». Точно в «Братья». Может, я что-нибудь «Братья», я выпивал в Стамболе с «Гордоном». Да, потому что вы летели. Я летела, а это «Череват». Да, вот, хорошо, мы к нам выехали. Значит, не будем акцентироваться на Ефремове, пойдем дальше. Но, скажу, это будет очень неприятно многим слышать, людям, которые пытаются что-то говорить в адрес. Безусловно, мы сейчас не будем это говорить. Владимиру Семеновичу Высоцкому тоже повезло, что он никого не убил. Это правда. Поверьте мне, Владимир Семенович. Там серьезные были, да. Там тоже были не только напитки, но и всякие вещества. А что касается Стамбула, нет. Я, может, что-то не так брякнул. Нет, нет, давайте мы от Балабанова далеко не будем уходить. Я от Балабанова. В «Братья» вы... Понимаете, в чем дело? Я был под влиянием Тиграна Кирасаяна в то время. Так. У нас была компания. Я только снялся в фильме «Звезда». И у нас на Кинотавре зародилась такая компания, которая называлась «Звездочка». Это Киасаян, Дроздова Ольга, Дима Певцов наездами, Рыжий Иванушки, Стас Дужников. Оксана Фандера, жена Олега Фоминанта. В общем, это «Звездочки». Тигран Киасаян был таким понервожатым. Он всех кормил, поил. Мы не спали сутками, все выпивали, гуляли. Это было все очень здорово. И Тигран Киасаян искренне ненавидел Балабанова. Вот искренне. Ненавидел? Ненавидел. Как человека? Как человека, как человека. Тигран Балабанов достаточно жестко высказывался по многим национальным вопросам. Тигран это бесило. Я знаю историю, что Тигран его как-то даже ударил. Я этого не видел. Я не слышал ничего хорошего. Так как я был в компании Киасаяна, я к Балабанову относился достаточно... Я был маленький, мне было 19-20 лет, 21. Я, естественно, был очень... Когда человека направляют, когда человека... Ага, ведомый. Ведомый. Да, да, да. И позвонили мне, предложили прийти на... Даже не пробы, а встретиться с режиссером Балабановым, когда он снимал, по-моему, «Войну». Я пришел, и Балабанов так на меня стоит, смотрит, глаза мне. И почти ничего не говорит. И там была такая какая-то... А я уточню, это кастинг был на главную роль? Да, 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 то, что Лешка Чадов сыграл. И это, может быть, даже было до того, как Тигран Киасаян со мной начал вот так меня... Но я помню, вот когда он так стоял, смотрел на меня Балабанов, и мне показалось, что же это за бес такой. Там были такие непонятные... Мне тогда показалось, что злые. Сейчас я совершенно другого мнения. Мне показалось, что это такие вот бездонные, черные такие... Они были темные какие-то, вот такие глаза, которые я не могу понять. А я привык, что меня в то время... Там я был такой веселый, молодой, и все как-то меня так... Лешка, а тут совершенно другая история. И я сказал, я никогда не буду сниматься в фильме у Алексея Балабанова. Я это сказал. И не прошло еще и несколько лет, и мне позвонили, сказали, Алексей, мы хотим пригласить вас на пробу к Алексею Балабанову на главную роль. И вот жизнь, она тебя... Никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда, и жизнь тебя вот лупит так, что... Не лупит, а просто это будет несправедливо, если мы вот сказали... Вот это я должен сказать. Я Балабанова понял только тогда, когда он умер, что это великий человек и гений. Я очень жалею, что у меня нет возможности вот сейчас с ним поговорить. Потому что тогда, когда он мне звонил по ночам, и мне говорил какие-то вещи, действительно серьезные, волнующие его, я не понимал, что он меня хочет. У меня были бабы, рестораны, очередные сериалы, мне нужно было быстрее куда-то бежать, заработать какие-то деньги. И мне вообще было неинтересно, что мне Леша Балабанов говорит о вечном. Ну хорошо, давайте к примету разговора. А вы когда для себя осознали, что вы будете режиссером? Я не режиссер. То есть это вы в этой ленте... Нет, я боюсь этого слова. Нет, хорошо, мы говорим про... Я режиссер... Про фильм. Ну если в этом фильме я в титрах, значит, как режиссер-постановщик. Так. К сожалению или к счастью... Так, я сейчас лаконично, потому что... Давайте сейчас немножко попиарим, немножко расскажем про фильм. А то мы... Я не знаю, на самом деле, радоваться этому или не радоваться. Потому что я понимаю, что уже все сделано. И все, что я сейчас начну говорить в свое оправдание... А, там надо оправдывать. Будет звучать неправильно. Потому что после драки кулаками не размахивают. Я понимаю, что в этом фильме... Очень много провалов. И не по моей вине. Не режиссерских. Не режиссерских. Не режиссерских. Так. И показали его работу. Одну. А потом этот человек показал другие свои работы. А человек оказался аферистом. Да, он действительно работал на каких-то клипах. Он выдавал работы, которые ему не принадлежат. И так получилось, что он испоганил нам 70% материала. То есть операторы, допустим, баланс белого. Камера не настраивалась. Неправильная композиция. То есть вот не в фокусе. Огромное количество материала не в фокусе. Может, это новаторство? Честно говоря, когда мы об этом узнали, когда техники посмотрели материал, они сказали, Леш, тут брака 70%. Либо мы это кино выбрасываем, либо пытаемся как-то вытягивать. У нас есть сцены, которые собраны... Вот три слова. Костя Мурзенко, который многим знаком по роли фашиста в фильме «Брат Алексея Балабанова», опять-таки. Костя Мурзенко в одной сцене только встает из-за стола и говорит буквально одно предложение. Но это одно предложение, собрано из шести дублей. Он букву А говорит из одного, а букву Б из другого, потому что уже не в фокусе. И вот так мы собрали все кино. Кроме третьей части. Да, фильм-то по жанру, что это. Опять-таки, получилась полная такая... Не надо вашего любимого слова, мы поняли. Каша. Я когда-то снимался в фильме, в короткометражном, по рассказам Аркадия Аверченко. Это было три новеллы. Я снялся в фильме... Моя новелла называлась «Невинное создание». Я и девочка там маленькая. 911 год. Вор и девочка. Когда моя дочка выросла, когда моя дочка стала, как мне показалось, подающей надежды талантливая актриса, ребенок, но актриса... Она снимается фильм. Да, да, да. Я подумал, как бы было бы круто переснять по этому рассказу Аркадия Аверченко только со мной и с дочкой короткий метр сделать. Так это ремейк получается. Ну там 911 год, и никому это не интересно. Я думаю, надо переписать. Мы взяли, переписали, сделали короткометражку. Опять же, мы, когда вы говорите «мы», кто это? Мы переписали с моей девушкой, Ли Скворцовой. Она образованный человек, в отличие от меня. У нее высшее образование. Она училась. Она филолог, она училась в Суниссервантес. Она умеет грамотно писать. Мы с ней вдвоем сели и перелопатили Аверченко на современный лад. Я поехал в Саратов сниматься каким-то ребятам в клипе. Они такие любители. Они мне заплатили неплохо. Сели в ресторане. Они завелись вообще. Хотели что-то снимать. Я говорю, слушайте, а давайте вы мне денег дадите, я короткий метр сниму. Они говорят, давайте. И вот так на дурака мне упало денег на короткий метр. И они заговорили о том, что, Леш, ну может быть потом дальше что-то. Может быть что-то еще. Ну вот сейчас сделаем это, а может быть там продолжим. И Рома Качанов, режиссер фильма «ДМБ», который у меня в фильме тоже снимался в качестве актера. В ресторане. Мне сидит и говорит, Леш, а что вы мучаетесь? Снимайте сразу. Раз у вас есть возможность, снимайте сразу полный метр. Я говорю, Ром, ну у нас нет сценария. Он говорит, мы с Охлобыстином. ДМБ на коленках за неделю написали. У нас тоже не было сценария. Я говорю, Ром, ну у нас вообще нет. У нас есть только короткий метр. Что дальше делать? Он говорит, ну и пишите. Мы с Леей сели, за три дня написали вторую часть. А жанр какой? Да мы далеко ходить не стали. Мы в принципе украли все у Балабанова. В брать, из брата. Ну, операторы, естественно, у нас похуже. Денег поменьше. Артист Алексей Панин несколько уступает Сергею Бодрову. Некоторые сцены просто украдены один в один. Просто вот проход по коридору украден у Балабанова. И когда эти люди попадают на эту сцену, где они стреляют, они говорят, о, брат, начался. Вова Епифанцев, который тоже снимается в моем фильме, еще вырезал много. Потому что кино попало ему в руки. Вова за голову схватился от увиденного материала. Я, во-первых, смонтировал на 2.20. Вова выкинул 40 минут. Кино теперь час 40. Почему, как вы говорите, что режиссер Алексей Панин? Нет. Епифанцев перемонтировал. Джигурда практически виноват в том, что появилась третья часть фильма. Потому что у Джигурды было, у Никиты, в первой части был такой текст. Вот уеду в Коктебель, сяду в дом-музей Макса Волошина, сяду на камушек, буду любоваться морем и рисовать картины. Я ему говорю, а ты еще рисовать умеешь? А то, говорит, непризнанный гений. А в тексте было, в сценарии, он говорит, нет, не умею рисовать, но научусь. Когда Никита это прочитал, он говорит, ты что, дурак, я рисую, у меня картины. А у Никиты действительно свои картины, очень со смыслом. И мы придумали третью часть, что Никита потом, после всего, такой пилок, что Никите мы устраиваем выставку картин в Москве. И каждый принес что-то свое. И каждый принес что-то. Эту роль режиссера примеривали. То есть вы понимали, что вам что-то говорят, а вы думали, был бы я режиссером, я бы сделал бы иначе. Когда я был на площадке. Да, да. Или вы всегда были такой актер-актер? Я... С точки... Нет. Были моменты, когда именно... Я не лез в режиссуру никогда. И я был очень сейчас приятно удивлен, что и Вова Епифанцев, который сам режиссер, который снимал сам Фартовый, он все же сам это делал, как режиссер. Вова вообще не лез в режиссуру. Ты ему говоришь, что делать? Он делает. По-актерски я даже советов не давал. Мне нечего давать советы Вове Епифанцеву. Как он будет делать? Ну, я к чему? Я понимаю. Нет, было такое, что я, например, режиссером предлагал, как мне кажется, мое поведение в кадре несколько иначе должно, как мне казалось. Ну, то есть, грубо говоря, у меня была сцена, где я там должен был выйти на крупный план, посмотреть сюда, посмотреть сюда и пойти. Я говорю, ну, это очень киношно, это наиграно. Давайте лучше камера будет ловить, мой взгляд. То есть, я все время, я очень люблю, когда все-таки органично все в кадре происходит. Я не люблю вот это вот кино. Я не люблю вот это вот актерство. Театральщину. Театральщину. Ну, как театральщина, я умышленно это слово не говорил, потому что в театре это не кажется театральщиной, а актеры воспринимают слово театральщиной немножко как оскорбление. Ну, как такое. Почему Андрей Панин, да? Потому что Андрюха, он живой. Олег Иванович Инковский, да? Там... А режиссеры иногда в кино пытаются сделать так... Загнать акт, поставить... Например, мне бывает не очень удобно иногда в кино существовать так, как это хочется режиссеру. И вы про режиссеров, с которыми вы работали, вы не очень лестно отзываетесь. Нет. Ну, как? Ну, про одну... Сурикову? Про Сурикову назвали ее бездарной. Ну, это не про... Про Балабанова сказали, что долбанутый. Вы его подъявили ненормативную лексику. Нет, стоп. Я имел в виду Сурикова. Я очень переживал, что я в интервью у Гордона мою любимую Аллу Альиничну Сурикову сказал бездарной. Я имел в виду не совсем так. Я настолько ее люблю. Я настолько к Суриковой отношусь как к члену семьи, потому что, когда к Аллу Альиничной работаешь на площадке, я снимался в нескольких картинках. Это уже как семья. Я Сурикову очень люблю. Но как с точки зрения режиссуры, если бы не было бы актеров, которые у нее снимались, то бы не были бы ее фильмы такие успешные и удачные. То есть она состоялась благодаря Панину и другим? Она состоялась благодаря Миронову. Панин – это вообще ни о чем. Кино, которое она сняла с Панином на пленку, последняя ее картина на пленку, которую она снимала на данный момент, оно ужасное. Оно милое, замечательное, но оно ужасное. Актеры существуют там ужасно, великие, Никоненко, плохо. Вот это все как раз театральщина. А дочь ваша, она актриса? Ей 13 лет. Ну и что? Она актриса. Да. Актриса. Хорошая. Будет она в этом? Хочет. Хранили Владимира Абрамовича Этуша. Мне с ним посчастливилось работать в театре, в спектаклях. И Владимир Абрамович тоже один из немногих. Вот он терпел моего крутаса, и я ему благодарен, потому что я очень боялся его. Когда мы начинали репетировать, я думал, ну точно и будет, он меня выгонит. И Владимир Абрамович меня полюбил, несмотря ни на что. И Владимир Абрамович умер, и мы его хранили, и Князев, хотя мы с ним очень, без него поверхностно знакомы, он ректор Щукинского училища, сейчас я, Князев, он ее увидел. И какие-то хорошие слова он сказал, меня как-то похвалил незаслуженно, я не знаю почему. Я говорю, возьмете в институт-то, когда придет? Он говорит, возьмем. Ну а как это здесь, что-то у меня одно с другими склеивается. Вы же собираетесь уезжать, я так понимаю, что с дочерью вместе. Давайте мы сейчас не будем на эту тему говорить отъездов. Я бы очень хотел, чтобы мой ребенок, я сейчас скажу обтекаемое, я бы очень хотел, чтобы мой ребенок вместе со мной бы уехал. Я очень хочу, чтобы мой ребенок жил в Европе по ряду причин, не будем сейчас делать акценты какие-то, ну так мне хочется, скажем так. Но вы же понимаете, что у нее и у вас там будет меньше возможностей в профессиональном плане. Я вообще, честно говоря, честно сказать, я сейчас себя вообще не рассматриваю в дальнейшем как артиста Алексея Панина. Жизнь — это эксперимент. Опять-таки, спасибо огромное Никите Борисовичу Джигурде во многом, потому что он говорит очень умные вещи по жизни, и они, если слышать, о чем он говорит, они очень правильные. И это наш скафандр. Жизнь, она немного другая. Можно послушать Оша, Будда, можно обратиться к их учениям. И я, как мне кажется, я, мне Бог, Вселенная, кому как нравится, жизнью я получил все, о чем я мечтал в 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке, у меня их было и не одна. Я мечтал о доме на Рублевке, ну когда вот это все началось, когда мне же хотелось быть тоже, я же хотел быть звездой, я не покупал себе дом на Рублевке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей, у меня было так, что у меня не было свободного времени, у меня было по 10 проектов параллельно. Я все получил, и материально, и творчески, вот все. Потом жизнь повернулась иначе. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут, благодаря определенным событиям в этой стране, благодаря всем видео. — Кровавый режим не дадут? — Нет, не кровавый режим, а именно все, что связано с моей репутацией. Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки меня обвиняют в том, что я это выкладывал, ничего подобного. Все, что со мной попало в сеть, я имею в виду, это все взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь, ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему, но я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России все это вываливать во всеобщее обозрение. Что касается... Не дадут. Все, артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помните, что у нас прозвучало «Никогда не говори никогда». Да, у нас время уже вышло, поэтому давайте в качестве кода мы расскажем, когда и где мы сможем увидеть ленту, которые должны были в апреле. К сожалению, из-за коронавируса мы не смогли 17 апреля сделать пресс-показ. Мы сделаем... В прокате фильм однозначно не будет, вот в кинотеатрах. Будем продвигать его на каналы. Я надеюсь, на телеке будет больше шансов его показать, потому что мы не сможем конкурировать с американскими и западными... А на фестиваль на какой-нибудь пресс-показе. В фестивале, да. Вот. Ну, а нам повезло, что нам удалось с Панином поговорить сегодня. Скомка на опять как-то все, к сожалению, получилось, потому что... Отлично все получилось. Ты думаешь о том, что сейчас будет такой серьезный, и вот прямо сейчас все точно... Как? У нас было все очень серьезно, мне кажется. Ну, думал, сейчас донесу прям свои мысли, и меня все услышат. А получилось так, что у меня это, 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 это в результате... Мне кажется, все, кто захочет, услышат. Мы услышали. Вам огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...